Мы на месте. Хорошо, мы приветствуем Веру. Интересуемся, готова ли она к диагностике, доверить ли она нам в своем биополе наперед сеанса. Накивнула. И я даю команду на счет риск. Начинает сканировать пространство над головой Веры, под ногами. Все семь тонких тел Веры находит все. Ну не в зоопарк здесь. Поехали. Снимаются все маски и голограммы в клетке тюрьме. Все сущности предстают согласно своему эфирному коду ДНК. Арахноид. Арахноид. Рептилоид. Дрей. Один. Один. Дракон синий. Дракон синий. Инсектоид. И демон. Считай цифру демона над головой. 18. 18 герцовый. Хорошо. Шесть каналов. Арахноид. Рептилоид. Грей. Синий дракон. Инсектоид. И 18 герцовый демон. Да. Больше ничего? Хорошо. Все знают где они находятся? Или кому-то объяснить? Все знают. Хорошо. Тогда переходим сразу к чистке. Реверсу энергии. Предупреждаю всех. Кто будет мне мешать работать или не будет отвечать на мои вопросы, будет наказан на его чистоте. Поэтому не рекомендую со мной играть в какие-то игры или говорить неправду. Я все равно правду узнаю и увижу. Все, кто пройдут проверку, первый раз уходит на свою чистоту или повторно я их найду при проверке. Они уже никуда не уйдут. Первый раз я отпускаю. Всем понятно? Да. Яду и команду тонкой копии произвести отчуждение всей чужеродной патогенной низкой вибрационной энергии, откат всех негативных программ, негативных мыслей, форм. Пошла энергия по каналам чужеродная по отношению к вере, энергию страха, энергию неуверенности, энергию всех болезней. Все, что она могла получить от них, возвращается к ним. Тут энергии разные. У нее реакция на них, такая она ругается на них. На энергии? На отселенца. С ними не ругаться надо, их надо выгонять. Она говорит, все, все, с меня снимите, все программы. Хорошо. Для этого вы и здесь. Арахнует, как долго ты находился в биополе? 18 лет. Вау, 17 лет. Рептилоид с Грэем, как долго вы находились в биополе? 13. Синий дракон, считая цифры над головой? 4 года. 36-18. 36-18. А че ж ты такой высокий зашел в биополе, а? Синий дракон. Плата у него стоит. Понятно. Инзиктоид, как долго ты находился в биополе? 18 тоже. 18 лет. С арахноидом вместе зашли. Инзиктоид, ты был ответственной за боли в желудке и проблемы с желудком? Ничего не делал специально. Инкубатор есть. В животе? Да. Ну, так это от него, значит, шли эти боли, которые человек испытывал. Ставит он на спину ей, на позвонок. Чник. Понятно. И демон, как долго ты находился в этом биополе? Он говорит, а че находился-то и нахожусь. Сейчас ты находишься в клетке тюрьмы. Это тебе первое предупреждение. Если ты меня будешь считать за идиота, я открою портал в галактической ядро, и ты уйдешь на переработку. Нет, он не считает. Это первый и последний раз, когда ты отвечаешь мне не на мой вопрос. Итак, сколько лет ты находился в биополе? Пять. Есть у тебя контракт с ней? У нас есть договор. Какой договор? Она к мне обращается иногда. Она к тебе обращается иногда. По каким вопросам она обращается к тебе? Маленькие вещи мы с ней делаем. Шепотки наводим. Вера, вы объясните нам эту связь вашу с этим демоном, 18-й Герцовым, который утверждает, что у него есть с вами договор. Вы его просите. Ни о чем я с ним не договаривалась. Демон? Ни о чем с тобой не договаривались. Ты мне что-то не то рассказываешь? Кому он ошепчет? Кому вы шепчете, Вера? Ну, он произносит, я не знаю, как это назвать, заклинание. Заклинание. Или что-то такое, которое в свою защиту только. То есть это заклинание находится на частоте демон, демонической или как? Понимаете? Ну, это низкие частоты. Понятно. Значит, то заклинание, которое она использует, она… Вы знали о том, что это низкие вибрации, Вера? Вы догадывались о том, кого вы призываете? Какие еще низкие вибрации? Ну вот, демон стоит, вот низкие вибрации. Или вы думали, ваш этот шепот, это то, что вы делаете, это незаметно как-то проходит? Ничего незаметно не проходит? Я от чужих нападок защищаюсь. Демон, объясни мне ситуацию. Человек говорит, что он защищается от чужих нападок. Как ты это видишь? А ты как это видишь, когда защищается через меня? Ты тоже защищаешься, но что-то я не вижу у тебя, демона. Согласен. Хорошо, демон, скажем, есть лярвы в биополе? Вера? Да, полно. Хочешь попросить меня получить их? Забрать? Да, поживился бы. Хорошо, я после того, как ты все вытащишь, дам тебе отдельную команду, и ты сможешь их забрать. Хорошо. Реверс окончился. Устанавливая фильтры с золотой сеточкой на все каналы, и в порядке реверса Вера забирает всю чистую, светлую, божественную энергию. Обратно пошла энергия божественная, чистая. Один, два, три. Все, что у нее похитили, все, что у нее изъяли до последней капли, возвращает Вера себе обратно. Она хозяйка своих энергий, возвращает все свое себе обратно. Она, в общем, показывает себя, она и молится свою защиту. И шепотки какие-то делает, говорит, что мне они еще от бабушки достались. Вера, вы допускаете... Никаких чертей я не зазывала. А вы не допускаете, что вот это то, что вам от бабушки досталось, и есть то, что находится на чистоте демона? Призывая его, вы заключаете с ним автоматический договор. Вы не можете служить двум богам, понимаете? От злых людей я защищаюсь. От злых людей демонами? Вы же видите, кто у вас находится в клетке, посмотрите на них. Шесть интерферентов, из них один демон. И пока у меня нет основания ему не верить, то, что он не пришел на свою чистоту, он не уходит туда, где ему не рады. Ему там неприятно. А вы его притянули этой молитвой. Или я так скажу, заклинание, потому что это не молитва. Это очень опасные игры. Ревер закончился. Хорошо. Так, ревер закончился. Я тогда прошу, сейчас по очереди будет выходить. Арахноид, выходи. Собирай всю свою паутину. Ничего не забывай. Проконтролируйте. За столько времени можно и забыть. Арахноид вытаскивает иголки из головы. Это мигрени или что это было? Головная боль? Да. Понятно. Хорошо, Вера. Теперь вы знаете причину ваших головных болей и мигрени. Это вот этот маленький паучок, арахноид. Паутина. Нога у него сматывает. Они в состоянии такую боль причинять. Я на себе ее один раз испытал. Это, конечно, ни одна таблетка не поможет. Она говорит, пожирал меня паразит. Он собрал все. Хорошо. Выходит. Рептилоид, дай команду Грей выйти сейчас и собрать все, что он оставил в биополе. Все, что вы оставили. Ничего не забывай. Приступай. Побрали. Синий дракон. Выходи, вытаскивай все свои платы. Отключай все. Приступай. Сердечные чакры платы. Готово. Готово. Хорошо. Инсектоид, выходи, вытаскивай свой инкубатор. Жидкость отсасывай, ничего не забывай. Приступай. Инкубатор много лет работал. Готово. Хорошо. Так, демон. Демон, выходи. Вытаскивай все, что ты оставил. Не возвращайся в клетку. Одолжи мне о готовности. Он с рук рассматывает руки. Да. Ноги. Как ленты на ногах, на руках у них. Да, это и фишки. Носки. Носки еще. А где лярвы находятся? В каких местах? Низ живота. Там боли испытывают. Низ живота. Хорошо. Но это от инсектоида. Дальше. Язык. Язык. Там желчи много, он говорит. Спина. Языком надо очень осторожно, Вера. Каждое слово, выпущенное, уже назад не вернешь. Мы все получаем назад, то, что мы посылаем. Послали вы любовь, получите любовь. Послали наоборот, получите наоборот. Он может забрать лярвы? Он закончил? Он все вытащил? Он должен был мне сказать. Хорошо. Разрешай тебе забрать все лярвы. Ничего не забывай, приступай. Он говорит, все снял, встаю, жду. Это Вера мне просто не сказала. Вот же ж Вера. Черная лярва? Да, черная. Но это очень долго, это больше 10 лет. Большие. Самые низ живота. О, так этого демона пир сегодня целый. Деликатес. С языка самая вкусная, злая. Да. Тут добавить нечего. Готово. Хорошо. Переходим сейчас. Все все убрали. Переходим к рассинхронизации. Я даю команду на рассинхронизации. Пациенток заканчивается автоматически. Она говорит, ощущение, что из меня жизнь не уходит. Вы меня не убьете тут? Нет, мы как раз вам возвращаем вашу жизнь назад. Вы за эти годы, сколько сидел у вас демон и арахноид и так далее, они всю вашу энергию забирали. Мы сейчас возвращаем вам это все назад. Подождите немножко. Сейчас я вас заправлю энергиями. Вы почувствуете значительное облегчение. Готово. Хорошо. Так, я даю команду скэнеру на контрольную проверку. Один, два, три. Скэнер сканирует, проводит контрольную проверку. Малейший на ночь. Частица уничтожается на месте. Так, а там интерферентов нет у нее никого. Но у нее на руках висят гири колючие. Очень хорошо. Гири колючие. Да, с такими шипами. И я даю команду на четыре. Разрезаете гири, они уходят в клетку тюрьму. Да, готово. Выстраивает эти гири, канал к ответственному. Один, два, три. И притягивая сюда ответственного заказчика и исполнителя. Да, будет так, а так и есть. Там два человека. И они равны, одинаковые. Отлично. Одна из них Вера, другая какая-то женщина. И вот эти гири, она как, она ругается и как кидает в них. Кто в кого кидает? Вера кидает эти гири. И они и назад вернулись? Ну там между, туда-сюда, волейбол у них. Ага, хорошо, понятно. А вторая женщина кто? Ненависть у них. Вторая женщина присутствует? Соседка. Не слышу. Соседка. Соседка. Хорошо, подхожу к этой соседке. Назови свое имя, как тебя зовут? Да, сейчас взяла и сказала тебе. Да, а ты видишь меня? И что дальше? Ничего, Влад, персканируй, у меня есть защита. И я тебя не звала. Ты здесь присутствуешь, потому что ты магией занимаешься. Я тебя притянул по каналам. Теперь ты моя заложница, ты уже никуда не уйдешь. Ты хотела узнать, кто я? Не я первая начала. Отвечай на мои вопросы. Какой стать? Как тебя зовут? Влад, есть у нее защита или нет? Ну у нее есть подселенцы, с кем она работает. Хорошо, я обращаюсь к демону, который к ней присутствует. Демон, ты меня слышишь? Можешь не выходить. Ну, что надо. Демон, я хочу с тобой пообщаться по поводу того, что твоя подопечная, в которой ты сидишь, имеет скандал с моей подопечной, с которой мы сейчас работаем и чистим. Да, у нас весело. Да. Как нам закрыть и прекратить этот круг? Так это ж не ко мне вопрос. То, куда они спустились, там они и живут. Понятно. Ты просто получаешь огромное удовольствие, я чувствую, с этим человеком, в котором ты сидишь. Понимаю. Хорошо, скажи мне следующее. Дело в том, что наши интересы просто пересеклись, и поэтому я не хочу ни в коей мере ни воздействовать на тебя. Если я просто на нее начну воздействовать, ты это получишь автоматически. Я не собираюсь этого делать. Я хотел просто с тобой поговорить. Ты можешь что-то посоветовать, как твоей подопечной с Верой прекратить эти разговоры? Ты можешь ее голову отвернуть в другую сторону? У нее самая рыльца в пушку. У нее самая рыльца в пушку, да? Вера, вы слышите эту всю ситуацию? Вы видите свою соседку, с которой у вас эти скандалы и ненависть? Вы видите причину этому всему и последствия? Я же говорила, она меня. Ну, у вас тоже, как сказал демон, рыльца в пушку. Значит, вы тоже что-то делали. Если вы что-то делали, вы точно такая же, как она. Понимаете? В общем, там между ними куча злости такой. Хорошо. Хорошо. Обоюдная злость. Это как весы. Это весы. Один перетягивает в одну сторону, другой перетягивает в другую. И по-новому пошло, да? Качели. Да. Хорошо. Знаешь, как показано? Забор. И через забор тут качели. Но это прекратится только тогда, когда один кто-то перестанет этим заниматься. Чтобы перестать заниматься, надо выйти на уровень выше. И увидеть это с другого уровня. Абсолютно верное дополнение. Вера, я очень сожалею, что вы не можете сейчас подняться на чуть больший уровень. И посмотреть на эту ситуацию и понять, какая это дурацкая ситуация, в которой вы находитесь. Вы воюете с соседями. Понимаете, кто-то в одной ситуации должен быть умнее. Вы можете своим намерением, а не шепотом и демоническими заклятиями просить о помощи. Защита всегда идет изнутри. Вы можете выставить свет, белый свет, и никто к вам не сможет подойти. Она говорит, что я только не делала и в церковь ходила. Да, церковь вам в этом случае, если вы просите такие вещи, может помочь только тем, что она укрепит вашу веру. И опять-таки, вера внутри. А вы ожидаете, что вам что-то снаружи придет и защитит вас. Вы должны изнутри понять эту ситуацию. Вам не надо делать то, что делает она. Вам не надо в нее кидать эти гири. Эти гири всегда к вам вернутся назад, как в этой ситуации. Вы будете эти качели всю свою жизнь им заниматься и гробить и себе, и ей здоровье. Вы хотите этого? Это самое бесцельное существование вообще, это даже жизнью назвать нельзя. Она все мимо проходит. Все, что у вас было из магии, это вот эти гири, которые не в первый раз вы кидаете в нее, а она кидает в вас. Я хочу, чтобы вы убрали ее от меня. Мы не можем ее убрать от вас, потому что это ваша соседка. Мы убрали эти гири. Я хочу сейчас обращаясь к этой женщине еще раз. Как она и как ее зовут? Она может представиться? Я рассчитаю имя. Валя. Валя, скажи мне, ты можешь как-то представить себе, что эта война закончится? Да нужна она мне сто лет. Хорошо. Как мы эту ситуацию сейчас будем решать? Ты можешь с этого момента, я тебя сейчас буду возвращать назад с твоим демоном, но он тебя будет все равно дергать в этом плане и подрывать на эти конфликты. Ты можешь противостоять этому? Слишком много представляет о себе. Да вы живете в соседе. Какой представляет? У вас одинаковые дома. О чем ты говоришь? Что значит представляет о себе? Как ей представлять надо себя, по твоему мнению? Как ты думаешь? Это я и говорю. Все у нее виноваты. Зачем она мне нужна? А ты хоть помнишь, из-за чего конфликт начался, Валя? Наговаривать она меня стала. Хорошо, Вера. Вам есть что ответить? Вы говорили что-то плохое в самом начале о своей соседке Вале. Вот какая наглая. Это ж она мне всю жизнь завидует. В общем, здесь скандал сейчас будет. Давай их убирать. Хорошо. Понятно. Хорошо. Значит, ничего мы здесь делать не можем. А демону действительно там весело было и одному, и второму. Жаль. И тебе, Валя, жаль. И тебе, Вера, жаль. Это это сказать, но вы свою жизнь просто гробите. Жаль, что вы этого не понимаете и не видите. А будет оно отображаться именно по здоровью будет бить. И что вас, и что вас. И мне очень жаль. Как только один из вас выйдет из этого круга, он сразу почувствует облегчение. Но для этого надо подняться. Надо понять бессмысленность этой ситуации. К сожалению, никто из вас этого не может делать. Я очень сожалею. Хорошо. Будем отпускать. Не отпускать, а отстегнем каналы. Подхожу. Кроме по магии у нас ничего больше не осталось, кроме тигиль. Вера, просканируй по магии. На чистоту магии выходим. Ну, мне показалось, что она сама делает магию. Что-то. Вера, мы спрашивали, вы занимались магией? Вы не ответили на этот вопрос. Да какая это магия? Хорошо. Вот такая магия. 18-герцовый демон. Я вам скажу больше. Я сейчас демона буду отпускать. Но у демона есть своя работа. И эта работа называется находить свою чистоту. Как только вы в следующий раз начнете вот это нашептывать, никто не сможет этому демону запретить войти в ваше биополе. Никто. Вы понимаете серьезность этой ситуации? Если вы ничего не собираетесь в своей жизни менять после этой чистки, то это бесполезно. Это абсолютно бесполезно. Вы должны изменить свою жизнь после этой чистки. Когда мы все сейчас с вас убрали, все эти боли, которые вы годами испытывали, вы сейчас в течение нескольких дней у вас пройдут. Вы начнете восстанавливать. Но я боюсь, что ваши мысли, ваши негативные настрои полностью все уничтожат. Любое. Помогите мне. Как я могу вам вложить свои мозги в голову? Как? Как я могу вам объяснить, что этим нельзя заниматься? Как я вам могу помочь, если вы этого не хотите понять? Вот боли пройдут, тогда и посмотрим. Хорошо. Тогда и смотрите. Но если будете шептать, демон, подтверди мои слова. Сколько тебе понадобится времени, чтобы ты опять пришел? Как позовет, так и приду. Вот. Вера, это называется позовет. Вот это ваше шептание, это звать демона. Все. На этом мы заканчиваем. Мы уже взрослые люди, поэтому здесь нечего разжевывать. Хорошо. Подхожу сейчас к Вере. Кладу руки на плечи, даю импульс высокообразованного шока удара. Сжигай все каналы к интерферентам. Один, два, три. Удар. Посмотри, все отлетело или что-то осталось от демона? Отлетело. Хорошо. Демон, будешь присутствовать до конца, пока я договор расторгну, или ты доверяешь мне на слово? Ничего мне здесь сидеть. Ну, понятно. В принципе, ты это основное получил, то, что ты хотел. Поэтому давай, буду тебя отпускать. Благодарю за информацию, которую ты сегодня дал. Готов уходить? Да, готов. Открывается внизу портал против часовой стрелки на частоте демона. Один, два, три. Демон забирает все, что он с собой принес и уходит на свою чистоту. Закрывая, печатая, растворяясь на огненную пентаграмму. Инзиктоид готов уходить? Да. Открывается портал наверху против часовой стрелки. Один, два, три. Инзиктоид забирает все, что он с собой принес и уходит на свою чистоту. Закрывая, печатая, растворяясь на огненную пентаграмму. Все, что они с собой принесли и уходит на свою чистоту. Закрывая, печатая, растворяясь на огненную пентаграмму. С которой у нас клетки. Ладно, эти гири. Давай уничтожим их. Эти гири. Открывается под ним портал в галактическое ядро под этими гирями. Гири улетают на переработку в чистую первичную энергию. Закрывая, печатая, растворяя. И эту Валентину открывается портал на ее чистоте. Один, два, три. И она уходит, соседка на свою чистоту. Забывает дорогу назад. Закрывая, печатая, растворяя. Готово. Хорошо, Вера, мы вас почистили. Все из вас убрали. Как вы себя чувствуете? Здесь хорошо чувствую. Хорошо, будем возвращать вас назад. Ваш биоробот. И эта вся энергия перейдет на физический план. Помните, пожалуйста, о моих словах и о словах демона. Только вы начнете этим заниматься. И можно все это практически забыть. Я надеюсь, что вы поймете, что эта ситуация глупая. И измените какую-то свою реакцию на это дело. Хорошо, будем возвращать вас. И для усвоения энергии и вибраций возвращаем тонкую копию веры в систему биоробот-душа. Заводим, подключаем ее к каждому органу, каждой клеточке, каждой извилинке головного мозга. Проходит полная синхронизация между физическим биороботом и энергетическими тонкими телами. И отключаясь от объекта и поднимаясь в свою комнату диагностики. Пошел, пойдем. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...